Друзья, привет! Вы на канале Gas Music School. Знаете, есть такой анекдот. Захотели англичане наконец-то в СССР сделать клёвый музыкальный проект. Позвонили Айзеншпису, говорят, мы сейчас приедем с бобинами, с новыми синтезаторами. Приехали, всё сделали, записали. Хопа, получается цой. Увозят эти бобины, привозят бобины с ещё более современной музыкой, более продвинутой синтезаторе. Записали, свели, выпустили. Получается, сука, опять цой. Увезли эти бобины, привезли ещё более современную музыку, новые моднейшие синтезаторы. Даже привезли своих звукорежиссёров, музыкантов, аранжировщиков. Всё это записали. Опять, сука, цой получился. Уехали в расстроенных чувствах, потом приезжают через какое-то время уже после смерти Цоя. Стоят у стены Цоя, и один другому говорит, я же тебе говорил, здесь место проклятое, а ты всё ведро-ведро. Друзья, мы продолжаем разбираться с лабухами. Это пятый выпуск лабух патруля, где мы рассмотрим трибюты группе кино и Виктору Цою. В прошлом выпуске были разобраны трибюты группе Король и Шут, можете посмотреть, ссылочка будет в описании. Я, честно говоря, охренел от широты размаха. Здесь не менее широкий размах, поэтому незамедлительно будем начинать. А вы помните, что лабухи это поребухи в музыкальной индустрии. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также подпишитесь на мой Бусти и Телеграм, если хотите меня реально поддержать. А с вами Дюан Эксперт Андрей Ганс, а как грибочек. Поехали! Друзья, небольшая предыстория. Вообще, проект ЦО — это секретная разработка советских учёных для войны в Афганистане. Заметьте, внешние его данные, голос — всё это способствовало того, чтобы он проявил свои прекрасные боевые качества в пустыне. Вот эти песчаные ветра, чтобы ему не мешали. Вот это ведро, да, из которого он ел и в которое он испражнялся, чтобы не оставлять каких-то биологических следов. Кстати, проект изначально хотели назвать не «Кино», а «Ведро», но потом в целях шифрования назвали «Кино». На первых полевых испытаниях он себя проявил положительно и поэтому решили этого универсального солдата клонировать. И вот что из этого получилось. Первые клоны группы «Ведро», группы «Лето», «Трибьют». Что-то пошло не так в застенках и мы видим, что совсем внешность не подобает для войны в Афганистане, в пустынных там территориях. Что-то пошло не так. Но других приодели. Вообще, если вы не знаете, что все вот эти клоны призваны собирать деньги для Министерства обороны, поэтому я думаю, что вот этот клон не особо много денег соберет. Пока мы не услышали, конечно, но сейчас будем разбираться. Так, ТикТок, ХРК, тут чувака. Кстати, каждый третий, хотел сказать, пенсионер, каждый третий зумер вот с такой прической. Но этот вообще не тянет, он даже не тянет на «Ведро», на опытный образец. То есть, первый, как говорится, блин комом. Так, ну «Ведро», мы видим, что слишком, наверное, дешевый первый вариант. Не встроили туда его в исполнение вокально. Трайл-версия, да, как там говорят. Че барабанщик сидя играет? Ну, я вообще не понимаю, это какие-то непонятные ребята, которые не должны были здесь находиться. Каким-то чудом они попали. Ну, опытный образец все-таки. Дальше, может, будет лучше. Ну, надо встать. Зачем эта бочка? Нужны электронные барабаны. Ну, кто? Кто Цоя вообще на живых барабанах? Вам же привезли. В 82-м году спи***ли у группы Кьюр. Ой, нехеровенький косплей, ребята. Когда Гаспарян больше Гаспарян, чем Цой. Цой. Следующие, ребята, трибютчики у нас, это группа СХЭМА. Наш советский Цой Пром, да, хотел сделать нормального экспоната, да, но получился опять не пойми шо. Белые гитары они где-то берут, я вот удивляюсь. Про родители клубушизма-трибючизма. Ой, барабанщик что-то потерялся. Так, что-то у него там выронилось, упало. Не, ну, все нормально. Бля, ребята, вы че? Вы, сука, не можете вот это, блядь, нормально сыграть. Но зато взгляд пронзительный такой вдаль. Смотрит, как с советского плаката. Бросай пить. Вот это вот все. Видно, да, вот это мастерское владение гитарой. Вот о чем я говорю, что такое настоящий лабуха, который выучил в детстве три аккорда в подъезде. И дальше, дальше он не развивается. Вот видно, да, как у него это все играет, постановка вся эта. Ну, здесь мы хотя бы видим коммерческий подтекст, наконец-то, в лабушировании. Будут довольно вышестоящие чины. Здесь уже встроили ведро. Только непонятно, в какое место. Но немножко уже ведро есть, такое малюсенькое ведерко. Чем удобно ведро? Ты как бы сидишь сразу на нем. И, грубо говоря, ты хоть сидишь, хоть стоишь. Ты можешь делать все, что хочешь. Хоть пять, семь, десять часов вот так вот стримить. Для этого и нужно ведро. Ты будешь спокойно все свои нужды справлять. И психологически, и физиологически. Все хорошо. Если что-то плохо на душе, крикни в ведро. Если хорошо, улыбнись. Все делать через ведро. Опять, как они пытаются это все повторить. Что-то новенькое сделали для ребят. Ну, я вот угораю с этого. Вот, пожалуйста, Сбербанк. Можете им послать рубль и написать, что вы о них думаете. Пожалуйста. Барабанщик молодец. Смог в трех соснах заблудиться и облажаться. Ну, это классика, так сказать, лабуширования. Ну, пока эти клоны тоже далеки от совершенства. Ну, первые вот это вот тяп-ляп начинает что-то формировалось там, да. Сделали цоя, все. Сказали, молодец, все. Подписали там наверху, все. Пусть идет. И нужны клоны. И начали вот это вот клепать пока неудачно. Не смогли повторить пока внешние черты, вот эти волосы. Все как-то через жопу сделали. Хотели Мерседес, да, получилось Жигули. Следующие клоны официально себя называют трибьют группы кино. Легенда. Я чувствую завод с белыми гитарами, просто обогатился. Нормально. О, тут уже поинтереснее, уже ближе похоже. Да, белые носки, черный парик, все как мы любим. Кьюр, можно сказать, даже пару клипов посмотрели. Это ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть. Вообще нормально. Специально все завуалировано, чтобы не видно было, что там на самом деле происходит. Но ребята на больших сценах выступают, если что. Тут уже ребята, смотрите, посерьезнее. Только немножко они с гормоном роста переборщили там на своих лабораториях. Чуть больше, чем надо, сделали. Капнули немножко больше. Вот что это просто. Ну, хотя бы смогли ген черных волос добавить, все нормально. Подлаживает гитарист. Ну, тоже продешевили, сделали там. Одного хромосома не добавили. Для соло-гитары. Ну, для ритм-гитары он бы сошел нормально. Ну, вот как мы любим. Смотрите, вот они, салаты, стейки, да. После чего они должны срочно между песнями бежать. Вот это вот, обгладывать эти кости. Вот так делать глотки из всех стаканов. И дальше, облизываясь, петь свои песни. Ну, точнее, не свои песни, а песни группы «Ведро». Ногой, ногой обязательно. Вот, молодец, кстати. Даже по движениям они смогли чуть-чуть повторить. Барабанщик, как всегда. Вот здесь, в этих группах, все время барабанщики просто вытворяют дичь, да. То, блядь, палочка выпадет, то бочка не сыграет, то Соник, то вот этот хэт, который опережает все, то замедляется. Ну, вот в говнорокерских группах на барабанщиках всем похер. А зря. Они думают, что это, типа, второстепенный музыкант. Ничего не будет слышно, ничего не будет понятно. Но он создает ритм, картины, и вот, что мы слышим на самом-то деле. Я угораю, что они находят эти гитары. Ой, не-не-не. Тут какой-то стакан граненый встроен вместо ведра. Ночь до сна, все в сво... Ну, вообще, у чувака другой голос и пытается что-то повторить. Прямь отзывай до сна. Ну, это вообще очень плохой клон. Хотя, казалось бы, да, то есть не могут совместить, чтобы все было нормально. С внешностью чуть-чуть поработали, и то какой-то он нежный слишком. Щечки пухленькие такие, нежные, без единого волосочка. Но, сука, что-то с голосом не доработали. Кто-то сэкономил ведро на заводе, да, какой-то, блядь, работяга. Домой себе забрал, чтобы дома кавера петь. И туда какую-то кружку, блядь, встроил. Или стакан граненый. Ну, тут явно не хватает, да, каких-то деталей, каких-то шпунтиков. Не, это самый пока что ужасный клон. Забывает аккорды, кстати, видите, да? В трех соснах заблуждается. Опа! Не то так вот. И еще за это они деньги, кстати, получают. Если вы поняли, о чем называется. Наверное, расплачиваются стаканом пива и каким-нибудь салатиком. Легким, легким салатиком. Этих клонов нельзя нагружать. А то они заснут, блядь, и вообще ничего не сыграть. Такие шторки, да, такой матерый. Прям ресторанище такой. Вот они, вот для чего вообще это все делают? Чтобы свою эту корку хлеба сожрать. Я не знаю. Супы раздвать. Да-да-да-да. В своих желаниях вот это все повторить в копейку. Просто это отвратительно. Снова за окнами белый день. И никто им же не скажет, что это полная херня. Вот эти люди за столом там сидят, жрут. Хоть бы кто-то встал и сказал, ребята, стоп. Это полная херня. Выключите, съедите нахуй отсюда вообще. О, и самый лучший элемент это вот барабанщик. Он непонятно, он стоя сидя там играет, на ведре сидит. За барабанщиком в говнорок группах можно наблюдать бесконечно. Вот просто представьте, что это не косплей Цоя, а просто какая-то группа поет. Вот вы станете это даже одну секунду слушать. Это отвратительно, блядь. У нас в подвале, блядь, школьники лучше играли и пели. Зато вот так вот надо сделать все. Вот это все смотрение на гриф, чтобы сыграть три ноты. С таким напряжением. Не, ну вот эти роботы, конечно, да. Их надо переделывать или на свалку отправлять. О, вот это вот, на этом можно бесконечно смотреть. Блядь, он где-то пал. Просто реально, как будто на релаксантах каких-то, чувак. Ну, в очках, все понятно. Это просто ужасно. Просто ужасно. Дальше. Еще одни клоны. Смотрите, Бутусов в молодости. То есть клонировали Бутусова, чтобы он поучаствовал в трибьюте кино, блядь. То ли Никольский, то ли Бутусов. Блядь, сложным путем ученые пошли. У них не было головы подходящей, а не голову, блядь. Скрестили Бутусова с Никольским и одели этому роботу. Видите, что получилось? Сейчас посмотрим, что с голосом. Ну, гитары вот эти вот, да, как у Гаспаряна, они где-то надыбали, я хер знает где. Почему они вот так все выглядят? Пиздец, как переросший школьник, знаешь, которому дали постоять с инструментом. Бля, почему все так отвратительно всегда? Он вообще не вывозит. Ему надо спеть вот этот низ, которого у него вообще нет. Задушенный звук превращается. Такие смешные, когда пытаются вот это все повторить. У него пропадает вообще его родной звук и переходит в какое-то утробное, бля, звучание. И выпадает ли из манеры, то там, да, 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 да. Вот это из ведра, из одного, с говном, они питаются. Ну, у этого тоже, кстати, ведро не встроено. Отдельно где-то лежит, он бегает туда за сцену, блядь. Набраться, так сказать, впечатлений и бежит обратно. В ведре какая-то непонятная жидкость, люминесцентная, налито. Там лик Цоя, да, и он туда бежит. Вот эти испарения нанюхиваются скорее, прибегает и песню поет. Только если так, робот, так сказать, от розетки работает. Какая же это херня, блядь. Других слов просто нет. Когда же это всё, блядь, прекратится и исчезнет? Десять вперёд этих поколений стилей, всё прошло, у нас нет, у нас вот это вот. Всё ещё считается нормальным, блядь. Это какие, сука, года, 80-е, я не знаю. Когда же это кончится, сука, сколько это будет продолжаться? Даже это так уёбично всё это сделано, сыграно, спето. Ребята, всё, заканчивайте с этой хернёй. Ну вот вам уличный экспонат. Тоже ещё один клон. Чёхный квадрат. Ну этот, наверное, среди клонов такой, крутой считается, да, в иерархии. Второе там, третье место. Потому что голос, он явно с ведром. Ведро где-то встроено, то есть рядом вроде ведра нигде не лежит. Этот уже приближен к оригиналу образец, смотрите. Лабуширует, капустулечку срезает и отправляет туда-сюда, куда мы знаем, повыше. Всё нормально. Вот этот проект работает. Должен был он быть Цоем, но стал Цой. Ну он, получается, здесь, где это, парк, да, какой-то в Москве. Ну, получается, тоже неплохо. Раскошелился на барабанщика. Мог бы просто драмамашину включить. И гитаристы, и басисты. Ни хрена себе в кожаках все стоят. Придётся делиться. А, ну это группа «Чёрный квадрат». Нормально. Вот посмотрите, да, сколько вложений. И ведь он такой-то хернёй занимается, да, сколько вложений. Примочки там туда-сюда, педальки, барабаны там, всё это, комбик. Даже подзвучка у него есть, это мониторинг, так сказать, мониторная линия. Всё серьёзно, ребята приезжают, на грузовике всё выкладывают и играют. И потом у них даже где-то, наверное, этот, как его, генератор спрятанный стоит. Микшер там. Вооружённое оборудованием до зубов, ребят. Вот это явно с ведром поёт. Это явно с ведром. Не стал даже запариваться над белой гитарой. Ну, на лайте, на чиле, на расслабоне клон. Ну, в общем, вот такое тоже бывает. Хотя бы мы поняли, как это в уличных условиях работает. Итак, следующие клоны, это «История кино», называется «Трибьют», ребят. Ну, тут какой-то тушканчик, явно не доложили ему каши. О, молодой «Гаспарян» у него на гитаре. Микроцой, короче. Цой для детских садов и начальных классов школы. На всю аудиторию работает, молодец. Всё распределено. Все возрастные группы схвачены. Видите, да, перерождаются клоны. Где-то, значит, есть какая-то подпольная лаборатория, где уже не только учёные СССР, а уже российские учёные продолжают этой фигнёй заниматься. Вот это уже пугает, ребят. Это пугает. Где-то есть кабинет в этой лаборатории отдельный, где «Гаспарянов» тоже делают. Люди себя прекрасно чувствуют. Это их, видимо, основная деятельность. Они не пытаются что-то ещё сделать. Так и живут. Прицепились, да, запаразитировались. Ну, это просто дичь. И дальше продолжается вся движуха. О, опять это ведро, ведро пошло. И нога. То есть у одного нога правая дрыгалась, у этого левая. Тут надо разбираться. Ну, и барабанщик, молодец, Стоя играет, красава. Ну, вот это вот такая нежная игра, усыпляющая. Ребят, какая нога должна дрыгаться? Кто фанаты Цоя? Вы досюда ещё досмотрели, не блеванули? Так что давайте, пишите в комментариях. Короче, микро Цоя раздаёт, молодец. Вот про это у меня прям много людей писали. Говорит, посмотри на него, но, говорит, будь осторожен. Пётр Погодаев такой отдельный, отдельный трибютик, отдельный лабух-паразит. А этот, чтобы не облажаться, да, двумя ногами дрыгает. То одно, то другое. Так, чтобы уже точно попасть наверняка. Парик сзади-сзади. Вот как у меня сзади надо волос добавить. На ёлки-пап. Не точно. О, это какой-то Роб Хелфорд на басу играет. Да, из Judas Priest. Но это надо ещё было добиться, чтобы он там играл. Молодец. Тоже, наверное, клонировали. А этот лысый из Браза. Бля, золотой состав вообще у нас получился. Песня без слов. Ведро однозначно встроено. Ночь без сна. Всё своё время. Зима и весна. Ну, это же переписанный, правильно, видосик. Поэтому мы не знаем, сколько там у него сил и времени было потрачено, чтобы это всё... А на гитаре Булкин, что ли, играет? Знаете, такого чувака? Такой блогер большой, блядь. Автоблогер. Бля, это золотой состав. Ну, красава, Петя. Красава. Молодец. Даже не стал как-то придумывать ни ведро, ни что, а просто вот Пётр Погодаев. Тоже серьёзный подход. Сняли клип, всё это. Заплатили денежки видеооператору. Молодцы. Серьёзный подход. Каждой собаке. Ну, вот этот, можно сказать, удачный клон. Молодцы. Один из десяти пока есть. Учёные советские. Молодцы, ребята, молодцы. О, ребята, смотрите. Говнарь детектед. У вас есть чехольчик для медиаторов на гитаре? Напишите в комментариях. О, скрыл, типа, да. Не на основной деке на панели, а так, с бачка. Ну, мы-то всё видим. День называется. Менада Бой. В прошлой выпуске у меня про трибют Киша была такая пика. Не путать с геопикой. Там тоже такой эффект был визуальный. У них что-то общее есть. Так, группа Кинохроника. Ещё одни лабухи-паразиты. Давайте посмотрим. Блять, можно из этих составлять. Из разных этих вот, блять, трибютчиков одну песню. Этот минут успел. Этот, этот, этот. Нормально. Дедушку одели. Смотрите, в топ. В женский топ одели. Молодец. Прессом, прессом светит, блять, эротика. Парик похож, парик зачёт. Но лицо, лицо в пустыне не будет воевать. Извините. Как будто они третий день за инструментом. Я это понимаю. Боятся, да, тронуться до него. Боятся какую-то ноту взять. Вот все, блять. Почему? А чего это? Напишите в комментариях. Ну, шо Стоя играет, это респект, конечно. Вот такой это славянский клон. В Подмосковье делали этого клона. Нормально. Не в Казахстане, а в Подмосковье. Или там не в Якутии. В Подмосковье вот такие получаются. Вроде оно, вроде лицо вот так делает, да, как будто у него капа боксёрская вставлена. Но в целом такое себе. Поэтому его близко не показывают. Сделаешь это, не знаешь, что ты будешь на Цоя похож, ребят. Ну, согласен? Да, какая же ущербность, ребят. Я вот не понимаю. Блять, 24-й год за окошечком. Ёпа. Этот вообще о чём-то своём там думает. Не, ребят, этому ведро, кстати, тоже не раздали, если вы заметили. Белые носки тоже не дали. Переваривание переваренного. Нет, здесь не получилось. Может быть, к сожалению, может быть, и к счастью. Фанаты Цоя, если вы до сюда досмотрели, то нате вам, трепещите. Трепещите. Денис Клявер, Виктор Цоя. Это просто хедлайнер всё. Чтобы у вас, как говорится, поплохело. Вот он, пожалуйста. Клявер. Загуглите, из какой супергруппы Клявер. Настолько это рок, типа, да, получился. Очень такая интересная современная музыка, что даже Денис Клявер сделал косплей. Так, у этого левая нога дрыгается, заебись. Он, наверное, всё-таки посмотрел. Ему мы верим, да, Дениски, верим? Тоже, да? Вот это вот всё сделано. Он больше здесь на этого похож. Сильвестра Сталлоне. Джон, ты нам нужен. Фильм Рэмби. Опять идёт эта вот попытка скопировать всё. Он похож на косплей того микро Цоя. Даже больше, чем на самого Цоя. Трижды переварено всё. Выблевано в это ведро. Он это опять взял вот так вот, измазал с этим всем. И нам это всё показывает. Написано один в один. Вот что происходит, ребята, на центральных каналах. Пока мы тут в интернетах, на ютубах обитаем. Его подсиживают. Он же тоже этот, как его? Пародист, так сказать. Но Галкин плачет. Такой, нет, как же хуёво. А придётся сказать, что заеби. Курак. Курак. Вы понимаете, да, куда ваш культур-мультур заехал? Какой-то Денис Клявер, да, на канале, на центральном вот это всё делает. Что понятно, что это уже далеко ушло от ваших вот этих всех идеалов. От перемен, как вы это всё любите. Да, от всего того, за что у вас душа болит и что вы так защищаете. Вот он, пожалуйста. Микрофон пиздит губами. Смотри, что делает. Всё аж трусится. В среднем по больнице, так сказать, по лаборатории, в среднем такой средненький клон получился. Половину этих лобухов-паразитов он наебал. Так что, ребята, держите руку на пульсе, говнари. Смотрите первый канал. Видите, да, иногда там вещи проскакивают. Друзья, вот мы убедились, что наша секретная лобушиная промышленность находится в полном упадке. Так и не смогли снять нормальную копию с уже имеющегося опытного образца. А что же с прототипом киборгом Виктора Цоя? Вы будете смеяться, но все вот эти надписи на стенах домов, мол, Цой жив, это сущая правда. В 89-м году закончилась война в Афганистане. И в 90-м году проект стал не нужен нашей оборонной промышленности. Его свернули. А для общественности сымитировали смерть в автокатастрофе. На самом же деле у этого киборга отключили процессор, вытащили мозг. И под грифом строжайшей секретности, как настоящего человека, направили в якутский наркологический диспансер, в котором он до сих пор и пребывает. В этом мы с вами сейчас сможем убедиться. Вот просто посмотрите, внешнее стопроцентное сходство. И все вот эти движения, они настолько уже выверенные и заученные, что даже без мозга, без процессора он их выполняет с легкостью. Это и подтверждает то, что это стопроцентный оригинал. Ну а голос я вообще молчу, это один в один. Не сравнится со всеми этими клонами, что мы до этого посмотрели. Этот кучерявый мужчина вполне бы мог зажечь на популярном шоу первого канала «Точь в точь», но пока он выступает только перед пациентами якутского республиканского наркологического диспансера. Еще заметьте, да, по возрасту, если бы это был настоящий человек, да, то он бы уже был седой, но ему уже было бы за 50 лет. А то в момент исчезновения, в момент закрытия проекта, где-то вот 90-й год, да, таким внешне он до сих пор и остался. Это еще одно подтверждение тому, что это киборг, которого изящно спецслужбы поместили в наркологический якутский диспансер. И кроме того, заметьте, да, именно в якутский, чтобы вообще никаких по внешности вопросов не было. О том, что Цой жив, врачи медучреждения знают не понаслышке. У них на него даже медицинская история болезни имеется. Якутский двойник Виктора Цоя регулярно посещает их с концертами. То есть ему не нужна, видите, ни гитара, ничего. То есть он разносит их всех в пух и прах просто своим одним видом, потому что, ну, от реальности не убежишь. Сходство со звездой у героя этого ролика феноменальное. Если бы мужчина еще не пил, он бы мог запросто устроить ЧОС по России с самыми жирными хитами группы кино. И, кстати, это «Лекарство против морщин» тоже была отсылочка. В его чип внедрили информацию о том, что он не будет стареть, что он не человек. Но это уже совсем другая история. Если вам интересно, чтобы я разобрал тексты, тексты этого киборга, вы тоже пишите в комментариях, разберем. Я надеюсь, у вас теперь вообще никаких сомнений не осталось, что, во-первых, Цой жив и что это настоящий оригинал. И что вообще нет никакой надобности в этих клонах. Стоит только немножко подождать. Кстати, ребята, если вы хотите еще, чтобы я сделал какие-то выпуски про атрибюты, например, к Сектору Газа или еще к каким-нибудь группам, вы тоже пишите в комментариях. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И еще подпишитесь на мой Бусти, Телеграм, если хотите меня реально поддержать. А с вами был Диуан и Эксперт Андрей Ганс, а как грибочек, увидимся.